МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый зрелищный фестиваль школьников «Классные старты» набирает обороты. Позади – школьные и муниципальные этапы состязаний. В каждом городе, районе определились лучшие команды шестиклассников. И вот теперь им предстоит помериться силами на новом уровне. Это зональный тур «Эстафет». Команды сыграли в четырех зонах – центральной, восточной, западной и северной. Всего в зональном этапе принимало участие 20 муниципалитетов. С состязаниями было охвачено 280 школьников. В поселок Сакмара съехались шесть команд центральной зоны. В зале местной детско-юношеской спортивной школы встретились ребята из Оренбурга и Оренбургского района, Беляевского и Переволодского, Акбулакского и Сакмарского районов. Они волнуются, они разминаются, они морально и физически готовятся к этим спортивным баталиям. Мы готовились очень хорошо, наша команда сильна. Некоторые занимаются легкой атлетикой, футболом. Что надо, чтобы победить? Ну, сила, духа, вера в команду и поддержка. Каждый день ходили на тренировки, танцевали, бегали, даже готовились на некоторых уроках физкультуры. Должна быть всегда улыбка, и чтобы все друг к другу прислушивались, не ссорились. Наша команда настроена на первое место, и мы думаем, что победим. Настрой у всех боевой, ведь на кону путевка в финал самого престижного фестиваля – классные старты. Я приветствую всех, всех, кто ведет спортивный, активный образ жизни. Ну что же, у нас сегодня ждут жаркие соревнования. У нас сегодня бравые мальчишки и девчонки. Они поборются за главный приз зонального турнира. Но в начале презентация команд. Название, девиз. Команда просто супер, зовемся, молодежь! И, конечно же, визитка. Каждая спортивная дружина подготовила свое оригинальное выступление. Ребята демонстрировали не только свои творческие способности, синхронность в движениях, но даже акробатические элементы. Физкультурно-оздоровительный фестиваль «Классные старты» – межведомственный проект, организаторами которого стали Министерство здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, а также Центр общественного здоровья и медпрофилактики. Эти соревнования проводятся для укрепления здоровья детей, привлечения их к регулярным занятиям физкультуры и спорта. И вот первый конкурс – ушастый мяч. Разбитые по парам команды стараются как можно быстрее преодолеть дистанцию, прыгая на большом мяче. Ага! Прыгаем, прыгаем! Не вверх, а вверх! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Кто быстрее? Очень непослушный мяч! А-а-а! Не так-то просто! Не так-то просто! Такой дикий мустанг сиреневого цвета! Он подумал, что это колобок и решил покататься. Вперед! Вот уж где важны ловкость, координация, чувство равновесия, чтобы удержаться на таком непослушном снаряде. Кто-то падал, кто-то терял мяч, но главное – не падать духом и не терять азарт и веру в победу. Как показала эстафета, самыми прыгучими в этой гонке оказались акбулакские школьники. Моя команда очень хорошо справилась, я горжусь ими, горжусь своим районом. Нужен командный дух и слаженность команды, чтобы победить во всем испытаниям. Итак, после первого конкурса «Ушастый мяч» впереди оказалась спортивная дружина из Акбулакского района. Но это только начало больших игр. Все может измениться после следующих эстафет. Напряжение нарастает. И вот второе испытание для ребят. А может и вовсе не испытание, ведь называется конкурс «Веселый хоккей». В руках клюшка, только вместо шайбы – мяч. Попробуй обвести его вокруг фишек и не потерять. А-а-а, мяч уходит. Куда, куда, мя, никуда. Вот где важно проявить себя как виртуоз, мастерски, владеющий техникой. А товарищи по команде подгоняют, не дают сосредоточиться. Давай, давай, шайбу, шайбу! Кричат все. Особенная поддержка – девчонкам. Многие впервые держали клюшку в руках. Это было сложно, а в процессе все потом как-то само начало делаться. Я не знаю как. Да, все получилось вроде. Было сложновато. Ну, это хоккеистам, конечно, легче будет. Они-то о шайбе тоже будут. Да, в целом интересно. Вашим контроль, контроль мяча важен. Клюшкой владеть надо. Судьи пристально следят за ходом эстафет, учитывают все неточности и огрехи. И по окончании веселого хоккея выносят свой вердикт. Хоккей был действительно очень веселым, интересным, ярким. Самым быстрым, самым ловким в этом конкурсе стала команда Сакмарского района. Вот так вот. Стены помогают, наверное. После второго конкурса Сакмара вырвалась в лидеры, оставив за собой акбулакских соперников. В общем зачете победитель тот, кто набирает меньшую сумму мест, завоеванных в конкурсах. Одинаковое количество баллов сразу у трех команд – Оренбурга, Беляевского и Оренбургского районов. Но никто не собирается расслабляться. Впереди новый конкурс, а значит новый шанс вырваться вперед. У всех шансы равны, но мы постараемся занять первое место. Что для этого надо? Уверенности и веры. Самое главное – это дружная команда, потому что если бы не дружная команда, никто бы друг друга не поддерживал, была бы напряженная атмосфера, и это бы мешало работе. Отдельный конкурс для капитанов. Лидеры своих команд. Им есть что сказать и что показать. Теперь на них надежда. Смогут ли они вывести вперед свою дружину? Им уготована проверка на меткость. Конкурс точно в цель. Есть. И давай, давай, кричат капитанов. Попасть мячом в небольшое отверстие большой надувной конструкции оказалось не так-то просто. Даются попытки сделать это с расстояния в 3, 2 и 1 метр. Молодец, собрался. Легко было, но не попал. Главное – не переживать. Надо следующее испытание правильно все сделать, пройти. Больше всех попаданий было у капитана Сакмарского района. Тем самым Ювента продолжает удерживать лидерство. Но в спину им дышат беляевские и оренбургские школьники. Произойдет ли перелом в борьбе за первенство, покажут следующие стафеты. Гусеница Гусеница – тот самый конкурс, который проверяет команду на слаженность и сплоченность. Ребята должны работать как единый механизм. У кого-то получалось, у кого-то не очень. Но эмоций, волнений было в переизбытке. «Пересечь нужно точку. До конца, до конца. И обратно пошла. Там главное в темпе работать, чтобы было быстрее. Ну, говорят, идти быстрее, ты забываешь про темп. Надо работать в команду, чтобы победить. АПЛОДИСМЕНТЫ Нужно связанная командная работа, которой у нас было недостаточно для покрышек. Сильно торопились. Из-за этого падали часто. Конкурс «Гусеница» принес нам очень много положительных эмоций, очень ярких моментов. Но многие бежали почему-то не с гусеницы, а рядом с ней. И за это получили очень много штрафных баллов и добавочное время. Самой проворной оказалась «Сакмарская гусеница». И таким образом ребята еще более укрепляют свои лидерские позиции, намного опережая ближайших соперников – беляевских и акбулакских школьников. И завершающий конкурс. Кто не боится темных и замкнутых пространств, тот без страха смело и уверенно пройдет, а вернее проползет сквозь этот тоннель. А потом еще и постарается забросить мяч в кольцо, точнее в обруч. Самое сложное было – это вылезти из тоннеля. У большинства, похоже, ноги застревали. Когда ты бежишь быстро, надо выкладываться на полную. И точность важна. Мы даже можем выиграть из-за того, что у нас попаданий в круг больше. Одни, проходя дистанцию, делали ставку на скорость, другие – на точность попадания. Попасть было тяжело. Тяжелее было попасть в кольцо. Да, тяжелее было попасть в кольцо. Надо торопиться было, поэтому было очень тяжело попасть. И не заблудиться. Иногда волнуешься и не можешь что-то сделать, пробежать как-нибудь хорошо. Соревнования проходят в очень спортивном духе. Каждый из вас старается проявить быстроту, ловкость, выносливость и показать максимальный результат. И так получилось, что три команды имеют сейчас одинаковый результат. И для того, чтобы все-таки определить, кто из вас самый быстрый, самый ловкий, мы предлагаем дополнительный конкурс. Вот так, чтобы определить, кто же достоин войти в тройку лидеров, дается еще одно испытание. Уже известный конкурс точно в цель. Но теперь свою меткость могут продемонстрировать не только капитаны, но и все в команде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мечи посчитаны, очки прибавлены. И вот теперь уже точно определились лидеры. Бронзовым призером зонального этапа стали ученики 88-й школы Оренбурга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было очень интересно, это было прикольно, я бы еще раз хотела. Это было не страшно, но так получилось, что мы старались, старались, но просто в какие-то моменты немножко не получалось это делать. Главное не победа, а участие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второе почетное место у беляевских школьников. Кубок, дипломы и фотографии на память. Безусловно, такие мероприятия очень важны, потому что спорт в наше время помогает ребятам не только физически развиваться, но и, наверное, становиться как личность. Потому что это общение, это соревнования, это какое-то взаимодействие друг с другом. Ну, не секрет, ведь молодежь в наше последнее время в основном в гаджетах сидят и не общаются. Поэтому это очень важно. И чем больше будет таких мероприятий, тем лучше. И вот они победители центральной зоны классных стартов. Школьники поселка Сакмара. Они сегодня доказали, что физподготовка и воля к победе у них как у настоящих спортсменов. А я когда ехала, я уже знала, что первым ясливым. Вы сказали, мы заберем победу, мы ее забрали. Вы сейчас обрадуете приедет. Всех обраду. Директор, директор. Сегодня ребята показали действительно такую, скажем, высшую подготовку на данный момент. Действительно очень быстрые, очень ловкие. Показывают точность, на точность результаты. Очень много было ярких моментов, когда и падали, и вставали, и упускали снаряды. Но, тем не менее, возвращались и продолжали борьбу. Это было очень захватывающее зрелище. Все соревнования, они воспитывают дух коллективизма, способность бороться за результат. И ребята сегодня показали, вот все команды были достойны. Сокмарские, а также беляевские школьники теперь примут участие в финальном этапе классных стартов на главной спортивной арене региона в спорткомплексе Оренбуржья. По результатам зональных игр в большой финал также вышли классы из Бугу Руслана, Бузулука, Зато Комаровский, Гайского городского округа, Красногвардейского и Курманаевского районов. Восемь сильнейших команд шестиклассников сразятся за главный кубок престижного фестиваля «Классные старты». Как это будет, смотрите в следующее воскресенье на канале «Россия-24» с 15 до 16 часов.